не оказалось недостатка. Были и хорошие хоры музыки, и цыгане со своими песнями и плясками, плесуны на канате, и весьма забавный Карла, смешивший зрителей. При этом рецензент высказывал пожелание, чтобы эстрады или возвышения для плесунов, цыганок, были сделаны выше, дабы все зрители могли видеть, что на них происходит. Так, чтобы на сии эстрады еще к тому же, кроме плесунов и других потешников, никто не поднимался из посторонних. Первыми эстрадами, которые носили стационарный характер, но еще не назывались эстрады, были вокзалы. Вокзалы. Вы спросите, какое отношение? Ну, естественно, вокзал, железная дорога. Нет. Слово вокзал появилось гораздо раньше. И было заимствовано из английского языка в честь лондонского вокзала. И в этих вокзалах, во веселительных садах, были построены эстрадные площадки, на которых шли представления, где можно было увидеть дебертисмент, то есть набор номеров из опер, оперет. Можно было увидеть, опять же, цыган, гнатоходцев. И все это шло в порядковом отношении. Все это были номера. Слово номер тоже появилось очень давно. Так сценаристы обозначали порядок выхода артиста. Ставили цифры. Номер один, плясун на канате. Номер два, забавный Карло. Номер три, цыганка. Уже потом, когда эстрада стала жанром, и номер стал определением того, что мы привыкли, то это стало такими структурными единицами эстрадного представления. Конечно, на эстраде пользовались огромной популярностью цыгане. И цыганская песня, цыганская пляска. Ею восхищались абсолютно все. И в XIX веке, ну и в наши дни, есть много людей, которые любят цыганскую песню и цыганский романс. И первая звезда, о ком мы будем говорить сегодня, это Варвара Васильевна Васильева Панина. Ее портрет открывает вот этот вот черед портретов в красивой шляпе. Варвара Васильевна Панина или просто Варя Панина, легендарная московская цыганка. Она родилась в 1872 году в Москве. Жизнь она свою прожила среди таких же, как она, цыган. Рано вышла замуж. У нее было пятеро детей. Работала она сначала в хоре, где познакомилась со своим мужем, взяла его фамилию, память. И до, наверное, конца девяностых годов девятнадцатого века она работала только в Яре, никогда не выступая на концертной эстраде. В Яре она пользовалась невероятной популярностью. Она была магнитом, который притягивал к себе публику, которая стремилась именно ой, извините, ничего, которая притягивала к себе публику и ее выступления в Яре в отдельных кабинетах пользовались невероятным успехом. Варя Панина, чем же замечательно это имя и почему она звезда эстрады. Голос Варь Паниной был низкий, контральтовый. Он звучал как виланчей. Ее голосом восхищался Чехов. Он ей подарил свою фотографию с дарственной надписью. Лев Толстой приглашал ее к себе в Ясную поляну и там она пела для него, для его гостей и говорят, что именно вот эти приватные частные выступления они оказывали самое магическое и самое сильное впечатление, потому что Варя при личном вот этом тесном контакте завораживала, брала в полон. Что же она пела? Ну, собственно, самый обычный, модный и популярный тогда репертуар. Она пела нищую биранже, она пела корабельники, она пела уголок, называли ее одним эпитетом божественная, божественная, несмотря на то, что это была грузная, полноватая, некрасивая женщина с грубыми мужскими чертами лица. она непрерывно курила толстую-толстую папиросу специальной марки «Пушка». И вокруг себя навсегда были клубы дыма. И считали, что вот этот необыкновенный контральтовый голос, он как раз и у нее произошел из-за того, что она очень много курила. Не знаю, как насчет голоса, но болезнь сердца этим курением непрерывным она себе заработала. И конечно долго потребовалось и много потребовалось усилий импресарио для того, чтобы Варю Панину перетащить из кафе Шантанны, из ресторанной эстрады на большие подмостки. Но и на сцене Мариинского театра в 1906 году представьте себе Мариинский театр, блистательные ложи, портер, господа на них фраки, на дамах бриллианты, а на сцену выходит полная садышкой женщина, тяжело подходит к креслу, тяжело в него опускается, достает папирозу пушка, закуривает и поет. В царской ложе присутствует император и вся императорская семья. Не прийти послушать божественного было просто невозможно. Овации, бесконечные бесовки, аплодисменты. Император подзывает к себе помощника, который говорит, пластинку хочу. Пластинки есть? Вы знаете, будут, будут, будут. когда? Через месяц? Точно. Да, вы слышали, через месяц точно будут пластинки. Конечно, от императора прямой указ фирме граммофон немедленно записать Варю Барину. Варя Барина отказывается. Как это я буду петь какую-то дудку в трубу? Да что это? Да не буду я это делать. Баскословный гонорар. Огромную сумму. По 6 тысяч рублей за пластинку. Шаляпину две давали. она ну ладно попробую. И представьте себе ровно через месяц Николай II получает комплект пластинам с Афьяновым переплет и там лучшие записи Варьи Панины. Кстати, благодаря именно императорскому приказу записать Панину мы сейчас с вами сможем услышать одну из тех пластинок которые были записаны в 1906 году. в 1906 году.